Привет-привет, дорогие друзья, с вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике с вами обсудим грядущее усиление мобилизации, которое уже началось, и некоторые заявления наших официальных лиц. Начнем с господина Федора Венеславского. Такой есть у нас народный депутат, это напрямую лицо креатуры нашего президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, и он давал соответствующие комментарии по поводу того, какая у нас ситуация вообще с мобилизацией в целом в Украине. Он заверил, что если брать, к примеру, 100% тех людей, которые получают повестки, которые приходят, из них от силы 1-5% это те, кто являются, такое слово используем, уклонистами, те, кто не хотят служить. В остальном у нас все положительно, все хорошо, и количество тех людей, которые готовы служить, готовы защищать родину с оружием в руках, у нас более чем достаточно. Конечно, непонятно, зачем тогда происходят постоянно вот эти случаи, связанные с облавами, связанные с какими-либо задержаниями, ну, как говорится, это уже на его совести будет заявление. Но в тот же момент, ведь есть же и отдельные регионы, сейчас мы будем разбираться, где производят так называемое усиление мобилизации. В чем это заключается? Это человек, глава Херсонской ОВА. Здоровья божаю, незламные жители Херсонщины. Теперь, что до рабочих вопросов. Провел заседание Ради обороны региону, заслухав доповедей представителей местной власти, областного территориального центра комплектирования и социальной поддержки СБУ. Первочерковая поддержка наших защитников и защитников. Вы решили посилить работу с мобилизацией. Национальная полиция получила доручение активизировать работу щодо расшуковых людей, которые ухиляются от выполнения военно-обовязания. На блокпостах проверят, если не проигнорировал военно-обовязанный, получил ранее повесток. Также на Ради обороны принято решение щодо більш суворых заходів впливу. То есть, как мы видим, есть первые ласточки, уже у себя на своем уровне местечковом, в Херсоне решили усилить мобилизацию. У них есть своя Рада обеспеки и обороны, не только у Селенского, они там тоже себе что-то подобное организовали. И на ней они принимают решение относительно мобилизации. И относительно ее, как мы видим в данном случае, усиление борьбы с ухилянтами и всеми вот этими, будем говорить, прелестями. Хочу заметить, дорогие друзья, что все эти его заявления, конечно, являются очень для меня интересными и показателями. Вот почему. Потому что у нас объявлять мобилизацию, отменять мобилизацию имеет пока возможность только лишь президент Украины вместе с нашей Верховной Радой. На местечковом уровне, там в Одессе, допустим, в Николаево, в том же Херсоне, этот Прокудин его фамилия, он оттуда, он, конечно, что-то там может, какие-то решения принимать. Но я считаю, что такие решения, когда они на местечковом уровне что-то принимают, они идут в такой явный, будем говорить честно, разрез нашей Конституции Украины. Потому что у нас никто на это не уполномочен. Но, к сожалению, как юрист, я вижу, что та ситуация, которая у нас в целом в Украине происходит, на сегодняшний день является, очень, мягко говоря, будет печальной. То есть, есть какие-то негласные правила, есть какие-то негласные запреты, которые не прописаны ни в каких законах Украины. То есть, если бы вот эти все их рассказы, запрет тот же на выезд, к примеру, для мужчин, какие-то там ограничения по комендантскому часу, это все прописывалось бы в каких-то законах, тогда бы, я думаю, там где-то, где нам дают еще пока что вроде какую-то помощь на Западе, они бы очень сильно удивились бы и сказали, что, наверное, вам с нами не по пути. Потому что нельзя даже в военное время так жестко ограничивать права граждан, а именно конкретно я здесь говорю в первую очередь о запрете перемещения, о запрете покидать территорию Украины мужчинам призывного возраста. В тот же момент мы с вами все видим эту оголтелую мобилизацию, которая началась, которая является, будем говорить, темой для моего этого видеоролика. Хочу заметить, что опять возвращаются вот эти все блокпосты, понятно, что опять возвращается вот эта вся ситуация, это подтверждение нескольких моих видеороликов, которые я посвящал Одессе, тому случаю, который у нас в массиве Радужный произошел, когда человека задерживали, полицейские вместе с сотрудниками центра комплектования. Из других городов, в тот же момент, из Львова приходят нам тоже не очень приятные новости, что там тоже что-то усиляется, что-то собираются, что-то делается. Но в тот же момент хочу заметить, что есть и спокойный регион, это всем известная наша столица, город Киев, там все это гораздо попроще, там никто никого не избивает, не тянет никуда, не лишает свободы, потому что там, я понимаю, власть рядом, потому что там, конечно, и журналисты иностранные могут это все подзаснять, и, конечно, такой вид этой мобилизации никому, естественно, в котором она проходит на сегодняшний день, не понравится. Так что, друзья, мы с вами должны сделать вывод, что наша местная власть на местном уровне имеет право себе принимать любые решения, но эти все решения не должны расходиться с Конституцией Украины, с законами Украины. Я считаю, что решения об усилении мобилизации, они явно расходятся с Конституцией Украины и с законом Украины. Кроме того, хочу заметить, что с таким же успехом от себя лично, что мог бы он принять, к примеру, решение об отмене мобилизации в Херсонской области. Но если он имеет право ее увеличивать, усиливать, почему он не имеет права просто взять ее и отменить, ну, скажет, ну, все, вот не хочу, не буду, отменяем. Такое он, кстати, не делает. Но на самом деле, я думаю, тот, у кого есть уши, услышит, у кого есть глаза, увидит и понимает то, о чем я рассказываю в данном видеоролике. Друзья, будем готовиться к тому, что мобилизация будет усиливаться, это будет происходить, потому что вы все понимаете ситуацию у нас на фронте, россияне уже перешли в атаку, про Крым, я так понимаю, пока у нас мы забыли про освобождение территории, все не получается, все очень плохо, об этом и Залужный говорил, но наш президент продолжает пышать оптимизмом. На этом, друзья, я попрощаюсь с вами, пожелаю, конечно, вам всего самого наилучшего, удачи, счастья, любви и, конечно же, чтобы все ваши мечты сбывались, ну, практически новогоднее обращение. Я думаю, что вы нам больше можете рассказать про подготовку наших військовых тут, на территории Украины, потому что вы, власне, так само этим занимаетесь. И с последнего, что я помню, когда мы с вами спілкували, вы сказали, что, ну, приходят уже, на превеликий жаль, набагато менш вмотивовані люди, и божані воювати в них так само менше. Да, ну, на жаль, на жаль, є така проблема. Это, преважно, это уже не добровольцы, до этого идут люди мобилизованные? Это уже, да, мобилизованные люди, которых там забирают представники ТЦК. Я очень четко помню початок войны, який у нас через черги стоялось в військоматах. Сейчас их нет, сейчас людей отловливают, если можно так сказать. Украине мобилизованные, которые приходят, они даже домой не встигают заехать, перевдягнулись. Они до нас потрапляют там в шортах, в шльопанцах. Вы все усвідомливаете все видосики с воинкоматами, воинкомами, что с другими, что это вооружение, кто? Да, да, да.